Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка, Тельмаховка, Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров, взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатая, Вольная, Листвянка, Беловеж, Златоустовка и Антоновка. Подразделения российских вооруженных сил ведут наступательные действия широким фронтом. За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Преображенка, Комсомольская, Загорная, Дорожнянка, Решетиловская, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарская, Любимовка. Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг города Мариуполь. По вошедшим в город подразделениям народной милиции, боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, детских садах, больницах. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы «Дживелин» и «Лоу». Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 98 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, Бук-М1 и ОСА, а также 61 радиоакционная станция. Уничтожены 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудия полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппаратов. Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени, российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.